Девятилетняя девочка из Самары стала самой молодой чемпионкой России по русскому бильярду. Это произошло впервые в истории турнира. Валерия Кондратьева участвовала в первенстве среди девушек до 13 лет. Соревнования проходили в Воронеже. В течение недели юная самарчанка вела борьбу с опытными соперницами. Наша съемочная группа встретилась с вундеркидом бильярда и узнала о том, как досталась ей эта победа. Валерия Кондратьева сходит с поезда гордо, неся впереди себя золотой кубок. На перроне с цветами и игрушками встречают тренер и родственники. Мы за нее держали кулачки, все переживали дома и ждали хороших известий. В свои 9 лет Лера завоевала титул чемпионки России по русскому бильярду и стала самой молодой победительницей за всю историю турнира. Первенство среди девушек до 13 лет проходило в Воронеже. Было 29 участниц, и Лера была одной из самых младших участниц. Но, несмотря на это, она оказалась одной из самых опытных участниц. Финал был самым напряженным. Была игра, сначала Лера повела 2-0, девочка догналась, делала 2-2. В решающей партии, в последнем шаре, как это ни странно, но очень эффектно и зрелищно Лера забила достаточно сложного шара и стала чемпионом России. Заняла первое место Кондратьева-Валерия, город Самара. Поздравляем! Решение играть в не самую простую разновидность бильярда девочка приняла сама в 6 лет. Увидела, как ведет партии крестной, однако рост не позволял ей дотягиваться до стола. Мы сделали деревянную подставочку, для того, чтобы она могла на нее забираться и оттуда уже бить. Как бы это удивительно звучало, но начиналось это именно так. В руках коллекционный кий. Ручной работы из дорогих пород деревьев, выполненный в единственном экземпляре. Именно им Валерия нанесла решающий удар на судьбоносном чемпионате. На тренировке не только оттачивает мастерство, но и показывает трюки. Этот шар должен забиться в среднюю лузу, а трюковник со всей этой конструкции даже не шелохнуться. Это очень сложный фокус, на самом деле, потому что попасть нужно прям вот идеально. Ни миллиметр вправо, ни миллиметр влево и с определенной силой удара. Фух, ну с Богом, что ли. Некоторые фокусы тренируют на силу удара, некоторые, чтобы давать винта. Некоторые, чтобы просто показывать. Впереди у Валерии ежедневные тренировки, работа над ошибками, чтобы осуществить мечту. Побить рекорд народного и стать десятикратным чемпионом Камера. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губерния.